Всем привет! В этом коротком уроке я расскажу, что такое функции, как их определять и вызывать в языке ЛОА. Давайте посмотрим на это кресло. Как вы думаете, какая у него основная функция? Основная функция, чтобы человек сел, допустим, смотрел телевизор, читал книжку. А если это у нас кресло не простое, а кресло-кровать, значит оно должно раскладываться. И у нашего кресла уже появляется другая функция, функция кровати, можно сказать. Человек может уже прилечь, поспать и так далее. Так, как вы думаете, какими функциями обладают вот эти предметы? Понятно, принтер печатает тексты или изображения на бумаге, Фотоаппарат фотографирует, чтобы получить какие-то изображения. Смартфон нужен для того, чтобы звонить. В принципе, он совмещает в себе и функции фотоаппарата. Тоже можно фотографировать и прямо со смартфона отправлять, например, на печать, на принтер. Так, давайте посмотрим в Википедии определение функции программирования. Это фрагмент программного кода, так называемая подпрограмма, к которому можно обратиться из другого места программы. Ну, это такой фрагмент, который можно один раз записать и потом вызывать много-много-много раз. Так, как определить функцию в языке лова? Все очень просто. Чтобы определить свою функцию, мы должны придумать ее имя нашей функции, чтобы она совпадала по смыслу с тем, что эта функция делает. Например, если эта функция должна печатать приветствие, мы ее можем назвать привет. Итак, чтобы определить функцию, пишем ключевое слово function, потом пишем имя функции, которое мы придумали. Она должна начинаться с буквы, может содержать символ подчеркивания и далее символы, любые цифры. Далее, после имени обязательно идет скобка-скобка. Для чего это нужно? Чтобы язык лова понял, что после этих скобок у нас начинается тело функции. И это тело функции продолжается до конца. End. Тоже ключевое слово. Итак, начинаем функцию всегда словом function, заканчиваем словом end и забываем про скобочки. Так, ну, другой вариант определения функции. Все то же самое function, придумаем имя для функции, а тут появился параметр. Про параметры, в которые передаются аргументы при вызове функции, я объясню чуть попозже. Ну, и еще один вариант. Вариант, когда наша функция не просто принимает параметры, их, кстати, может быть много, видите, вы можете функцию передать множество различных аргументов, но после каких-то манипуляций, вычислений, там, чего угодно с этими данными, наша функция может вернуть результат. Так, вот это было всего-навсего определение функции. Если вы так у себя напишите в программе, то определения-то будут, эти функции где-то будут храниться в памяти, но они не будут запущены. Они будут лежать и ждать своего часа, когда вы их захотите вызвать. Так вот, как вызывать функции в языке луа? Все очень просто. Вспоминаем то имя, которое мы дали нашей функции и добавляем к нему скобка-скобка, круглые скобки. Все. Если наш язык луа видит такую конструкцию, имя функции, скобка-скобка, она находит ее определение, например, вот такое, и запускает на выполнение. И вот здесь строчки внутри, между скобками и эндом, начинают выполняться одна за другой. Так, ну, видели, у нас здесь есть, был пример с параметром какой-то функции. Здесь мы пишем аргумент, который передастся в параметр функции. Это может быть число, строка, переменная, что угодно. После того, как... Ладно, это я попозже объясню. Так, ну и третий вариант. Когда наша функция еще и возвращает значение, мы можем это значение присвоить переменную. Например, создаем переменная local y, присвоить, а здесь следует запуск, вызов нашей функции. И нашей функции мы передаем два аргумента, единичка и тройка. Так, ну давайте попробуем понять, что такое аргументы и что за результат функции на примере калькулятора. Ну, надеюсь, вы все-таки видели, что такое калькулятор. Или у вас в вашем смартфоне есть и в компьютере есть калькулятор. Итак, мы хотим... В данном случае калькулятор какая-то функция. Функция умножения. Передаем аргументы в нашу функцию. умножь. Ну, я так назвал эту функцию калькулятора. Умножь. Передаем аргументы 2 и 2. Ну, как мы передаем на обычном калькуляторе. Нажали двойка. Умножить. Двойка равно. Когда мы нажимаем на калькуляторе равно, он производит вычисление. И это вычисление, четверка, она возвращается. Возвращается с помощью... Так. С помощью вот этого ключевого слова return. Вернуть результат. Так что, если наша функция выполняла какие-то вычисления, она в конце своей работы обязательно должна эти вычисления вернуть. Например, можно написать return. Здесь имя какой-то переменной. Или return двойка. Или return true. Или return какая-нибудь текстовая строка. Что угодно. Так. Давайте пример программы рассмотрим. У меня эта программа... Программа простая. Например, родительское собрание у вас организовали дети с родителями. Ну, вот пришли папа-мама и два близнеца у них, Вася и Петя. Учительница должна всех поприветствовать, представить классу человека и указать, где сесть за какую парту. И так она проделывается всеми людьми. Вот. Так как людей больше, чем детей в классе, поэтому дети могут садиться на какие-то новые места. Поэтому учитель каждый раз должна поприветствовать, представить всем и указать, куда сесть. Давайте посмотрим, как эта программа работает. Так. Ну, все очень просто. Вот, видите, результат. Как мы этот результат получили? Итак, четыре переменные с именами мама, папа, Вася, Петя. Для первого человека три строчки идет приветствие. Видите, мы печатаем просто текст, потом печатаем текст и значение переменной, в данном случае мама, потом значение переменной мама проходит в класс. И вы видите, мы все это повторяем для каждого человека. Одно и то же. Одно и то же. Меняется только имя. Что если мы хотим уменьшить не 16 строчек кода, а как-то упростить себе жизнь? Мы можем написать функцию. Смотрите, какая функция. Функция приветствия. она получает в аргумент как аргумент имя того человека, которого нужно приветствовать и про которого нужно сказать, что он проходит в класс туда-то, туда-то. И в результате мы вызываем уже эту функцию, не повторяя каждый раз вот эти три строчки кода. Просто вызываем приветствие с переменной мама. Когда мы здесь пишем мама, помните переменная, она получает значение, извлекает значение мама. Это значение передается аргументу функции. Теперь при выполнении вот этой строчки в этом имени просматривайте это имя как локальную переменную. В этом имени уже будет строчка в кавычках мама. Добрый день, это мама. Мама проходит в класс. Ну и так далее для всех. Посмотрим. Вот у нас есть программа. Отчищаем, запускаем. Видим, что на экран напечатано все то же самое, как и в первом варианте. Но строчек уже не 16, а 13. Отлично. Но можно еще сократить, потому что смотрите, мы нашу программу можно еще упростить, еще сделать меньше. Потому что смотрите, мы переменную мама используем только один раз. То же самое со всеми остальными переменами. Мы занесли какое значение в эту переменную мама, потом подставили, передали аргументом в аргументе в нашу функцию приветствия. Можно сделать еще проще. Убрать все наши переменные и сразу передавать нашей функции приветствия значение, в данном случае имя. Видите, наша функция с 16 строк сократилась до 9. И мне кажется, стало даже понятнее, что она делает. Потому что стоит понять, что делает приветствие эта функция. И когда мы вызываем это приветствие, скобка-скобка, ну, труднее сделать повторяющиеся ошибки. Так, ну, я запустил опять эту программу. Мы видим, что программа то же самое выводит на экран. Так, давайте посмотрим на такую вещь. Простая функция. Функция просто не имеет никаких параметров. Если мы вызываем эту функцию после того, как мы ее определили, конечно, давайте я лучше буду вот в коде это показывать. Так, функция простая. Запустил. На экран ничего не выводится. Помните, чтобы вызвать функцию, недостаточно ее просто определить. Нужен еще и вызов этой функции. Вызов, помните. Пишем имя функции, скобка-скобка. Можно без всяких пробелов, можно слитно вот так сделать. Запускаем. Отлично. Наша функция сработала. Она напечатала. Я функция простая, меня вызвал я, я напечатал. Так, ну, давайте посмотрим следующую функцию. Она чуть-чуть сложнее. У нее есть аргумент. Давайте попробуем теперь ее вызовем. Запустили. Она печатает. Я простая функция, меня вызвали, я напечатала nil. Почему nil? Ага. Потому что мы в аргумент передали несуществующую переменную. Ну, давайте какое-нибудь число. Счастливое число. 7, 7, 7. Запускаем. Что произошло? Ну, понятно. Я не стираю. Наша первая функция всегда вызывается. Вот она. Вы должны понимать. Так. А вот вызов следующей функции. Я простая функция, меня вызвали, я напечатала 7, 7, 7. Отлично. Вот какой мы аргумент передали ей? Она напечатала. Давайте 7, 7, 7 плюс 1. Как вы думаете, что будет? Да, действительно. Выражение сначала вычислен был результат. Этот результат передается в аргумент функции. Так. А как можно сократить? Видите, как в прошлых примерах, я хочу избавиться от повторяющихся строчек. Вот у меня есть такие строки, есть такие строки. Пишем хитрую функцию. Вот наша хитрая функция. Что мы в ней делаем? Мы вызываем уже готовую функцию, которую мы определили, простая. Мы ее здесь вызываем. И печатаем аргумент, который передаем этой функции. Кстати, можно, смотрите, не важно, как мы аргумент назовем. Пусть, допустим, будет... Так. Ну, давайте какой-нибудь... Привет, например. Пусть наша хитрая функция напечатает привет. Ага. Наша функция хитрая, она печатает... Я функция простая, меня вызвали, я напечатала, привет. Интересно. Как же так происходит? Когда мы вызываем нашу функцию с каким-то аргументом, этот аргумент, в данном случае, а текстовая строчка, она передается в эту а, эта а становится, как будто мы определили локальную переменную, вот как будто вот так написали. Local a присвоить привет. Ну, не буду уже писать, а понятно. Должно быть. Так. Теперь мы вызываем функцию простая. Наш язык луа ищет, где же мы такую функцию описали. Ага, вот здесь. И начинает ее выполнять. Печатает первую строчку, печатает вторую строчку. Когда напечатали, функция наша заканчивается эндом и продолжает уже выполнение с этой строчки. Это закончилось выполнение. Теперь просто печатаем то, что передано аргументом. Отлично. Так. А если мы... Так, так, так. А если... Ну, давайте хитрую посмотрим. Я что-то тут немножко не понимаю. Что тут у нас такое должно произойти? Смотрите. У хитрой функции хитрая 2 у нее два аргумента. Так что мы можем передать например, давайте число и какой-нибудь текст. пока. Пока это потому, что урок у нас уже подходит к концу скоро. Запускаем. Так, ребята, а что же произошло? Так, давайте я вот эти... Чтоб нам не мешались. Вызов вот этих вот функций первых я уберу. И мы будем видеть только то, что делает функция хитрая 2. Итак, я функция простая, меня вызвали и напечатала. Я простая функция, меня вызвали и напечатала. Все понятно. Видите, я два аргумента передаю. Аргумент 1, аргумент 2. Но вызываю функции с первым аргументом. То есть вот этот аргумент, второй, я не использовал. То есть то, что я вот здесь писал это слово пока, оно... Ну, исчезло, будем говорить. Оно было не использовано. Давайте исправим эту ошибочку. Я специально допустил, если вы не поняли. Так, запускаем. Отлично. Мы запустили нашу хитрую функцию с двумя аргументами и она напечатала вот эти строчки для первого аргумента и вот эти строчки для второго аргумента. Так. А смотрите, а у нас есть тут еще хитрая функция. Так. Закомментируем. Давайте вызовем третью функцию. И посмотрим, что она делает. Печатает это и это. Что же произошло? Я никаких аргументов... Это я, когда определял нашу функцию, я не стал создавать никаких параметров у нашей функции. Я просто внутри нашей функции вызвал другие функции, определенные. Функцию с названием хитрое и функцию с аргументом. Так. Ну, давайте. Это уже со звездочкой, конечно, идет. Давайте. А что будет, если я вызову хитрое 3? Так. Тут у меня уже ошибка. Пошла ошибка, потому что функция начинает вызывать сама себя. Так. Это мы в каком-нибудь следующем уроке разберем. Так. Давайте про результаты работы. Функции, которые мы возвращаем с помощью ключевого слова return. Поговорим. Итак. Смотрите. Давайте посмотрим на эту функцию. Умножь и напечатай. У нее есть два аргумента. А и Б. Создаем переменную С и присваиваем в нее произведение этих двух аргументов. А и Б. Значит, в С у нас уже произведение хранится. И наша функция, если мы ее вызовем умножь и напечатай, она просто напечатает на экран. Так. Ну, давайте я лучше здесь буду объяснять. Так. Умножь и напечатай. Так. Умножь и напечатай. Например, 2, 2, 4, 8. Отлично. Наша функция умножила и напечатала. Дальше давайте рассмотрим функцию, которая не печатает. Она только возвращает значение. Она делает то же самое. Просто она умножает. Делаем. Вместо умножь и напечатай вызываем функцию умножь. Программа завершена. Все отлично. Никаких ошибок. Но мы не видим результата нашей функции. Он исчез. Ну, как исчез. Чтобы он не исчез, мы должны его присвоить или напечатать, или передать в другую функцию. Ну, давайте в какую-нибудь переменную. local.x присвоить умножь. Запустили. Все равно ничего не видно. Помните, чтобы напечатать какую-то переменную. В общем, print. И вот давайте print.x и смотрим. Отлично. Что у нас произошло? Здесь определена функция. Точнее, вот она. Мы ее вызываем с аргументами 2 и 4. Когда эти аргументы приходят сюда, то подставляются переданные значения в a и b. Здесь произведение этих a и b присваивается c и мы возвращаем это c. Можно сказать, что после того, как эта функция сработала, она возвращает восьмерку. в x присваивается восьмерка. Так. Что же у меня здесь такое? Ага. Можно эту же функцию умножь. Написать проще. Вот так. Вот зачем использовать лишнюю переменную, создавать c и присваивать в нее переменную, если мы можем в return сразу же подставить произведение вот этих двух аргументов a и b. одна строчка экономится. И в принципе все здесь понятно. Ну а здесь вариант написан еще проще. Можно написать эту же функцию в одну строку. Видите, не переносить. Все то же самое. Function умножь, скобка-скобка, return, end. Просто если вы увидите в чужой программе функцию какую-то простую, написанную в одну строчку, чтобы вы не пугались. Каждая функция, определение функции, обязательно должно заканчиваться ключевым словом end. Так. Ну это со звездочкой. Я вам просто для информации хочу сказать, что так как этот язык язык луа, обычные языки программирования, они возвращают одно значение. Так что можно return и только одно какое-то значение передать. Но так как этот язык луа, то мы можем через запятую передать сколько угодно, вернуть сколько угодно результатов. Ну вот пример. Переменная а присвоит 10 и три переменные определяем gde присвоить прибавь пятерка и передаем какие-то аргументы нашей функции определенной. Потом печатаем на экран значение, полученное в gde. так ну вот у меня есть этот пример. Давайте посмотрим как он работает. Печатает 10 25 35 Давайте разберемся что же такое как все это работает. Так определяем функцию прибавь 5 видите у нее будет 3 аргумента bc и возвращаем через запятую a плюс 5 b плюс 5 c плюс 5 так что она к каждому полученному аргументу прибавит по пятерке. Итак присваиваем какой-то глобальной переменной 10 вызываем нашу функцию так первым аргументом у нас подставится десятка из переменной да вторым аргументом вот это выражение 10 плюс 10 значит 20 в b пойдет 20 а третьим аргументом будет уже число 30 итак 10 20 30 и мы возвращаем значение 10 плюс 5 15 20 плюс 5 25 30 плюс 5 35 наша функция после того как она выполнилась она возвращает через запятую три значения 10 25 35 и вот эти значения присваиваются в переменную g d e печатаем потом эти значения значения этих переменных и все готово ну надеюсь функции вам понятны если непонятны пересмотрите этот урок или другие у меня уроки есть про функции на этом все